Коронавирусная инфекция серьезно повлияла на все сферы нашей жизни. Коснулось это и образования. Из-за карантинных мер учебным заведениям пришлось в спешном порядке перекраивать все расписание и планы работы. Министерство просвещения России усилило меры санитарно-эпидемиологического контроля. По их рекомендации все школы разработали положение о дистанционном обучении во время карантина и переходе на удаленную систему обучения. Эти меры призваны не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, а также защитить здоровье школьников и педагогов. Главная задача на фоне ухудшения мировой ситуации с коронавирусом – это максимальное ограничение контактов между людьми. Подробнее о системе работы по дистанционному обучению в Кашхабльском районе нам рассказала начальник управления образования Асяд Бердегова. Ну, то, что все школы, дети, учителя будут работать в изоляции, не сегодня об этом узнали. Мы готовились, промониторили. В каждой семье имеется либо компьютер, либо смартфон, либо кнопочные телефоны. Учебники никто не отменял. На сегодня все образовательные учреждения в районе готовы, я считаю, дистанционно продолжать обучение. У нас в районе школьников 3392. И все 3392 зарегистрированы на образовательных платформах ЯКласс, Дневник.ру. Зарегистрированы все, но не все имеют возможность работать на этих образовательных платформах. На этих платформах есть теоретический материал, есть практический материал, очень много заданий. Учителя и дети могут одновременно зайти. Дети работают с теорией, с практикой, учителя видят, оценивают, как обычно в дневнике, в электронном дневнике журнале. Но для тех, кто не имеет такой возможности, где нет скорости нормальной интернета, у кого, может быть, не работает платформа по каким-то причинам, они могут работать по WhatsApp в группах. В каждой группе классной созданы по WhatsApp группы. Туда подключены все учителя-предметники, администрация. Классный руководитель выкладывает расписание, и по расписанию учителя-предметники заходят, дают задания, дети выполняют, обратную связь дают, кто-то работает в зуме, одновременно подключаются, и учитель со всем классом может одновременно работать. Кто-то по скайпам работает, а кто-то по кнопочным телефонам. Учебники никто не отменял, задания дают, задания выполняются, обратную связь по этим телефонам держат с родителями, с детьми. Официально с какого числа началось дистанционное? Официально с сегодняшнего дня, с 6 апреля, пока по 30-е планируется. Надеюсь, что 1 мая мы все в традиционной форме продолжим обучение в школах. Главное сейчас не унывать, использовать положительные стороны домашнего обучения. Ничего страшного нет, мы продолжаем образование и дошкольное, и дополнительное, и общеобразовательное, так что все будет хорошо. Но акция «Сидим дома» продолжается. Каждый воспитатель хотя бы один час дистанционно работает с детьми, выкладывает свои работы. Карантинные меры рано или поздно закончатся, а знания останутся. Это важно понимать как школьникам, так и их родителям. Натуся Кучмея, Зава Сергея Лабынцев, новости Кашхабльского района.